Спасибо за спасенные жизни. Вот уже чуть больше года система здравоохранения всех стран мира ведет непримиримую борьбу с невидимым, но весьма коварным и опасным врагом новой коронавирусной инфекции. В преддверии профессионального праздника, Дня медицинского работника, артисты государственного ансамбля «Танцы Эльбрус» во дворце торжеств Черкеска устроили большой концерт для тех, чья профессия – лечить и спасать жизни. Ахмат Халкечев продолжит. Практически в течение всего 2020 года под запретом были всемассовые мероприятия. Те, у кого была возможность, сидели на самоизоляции или же старались минимизировать контакты с внешним миром. Ну а у людей в белых халатах не было возможности сидеть на карантине. Они первыми и в полной мере приняли всю нагрузку доселе невиданной в новейшей мировой истории пандемии. В нашей стране переломить ситуацию удалось благодаря отечественной вакцине «Спутник Ви». Когда началась вакцинация, резко уменьшилось количество заболевших. Эти цифры никуда не скроют. Единственный метод защиты на сегодняшний день – это, конечно, прививка. И когда мне, мои коллеги, доктора разрешили, что уже можно привиться после того, как я переболел, я сразу пошел. Привился уже первой вакциной. Скоро пройдет срок, когда уже вторую дозу мне нет. И я уже буду чувствовать себя более защищенным. И это нужно не только мне. Это, думаю, обязанность каждого из нас, который хочет обезопасить не только себя, но и всех тех, кого любит, с кем общается. Это вполне понятно. Врачи, фельдшера, медсестры, санитарки и даже водители корид скорой помощи. То есть все те, кто доказал, что в профессии оказался не случайно. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для медиков. Долгие месяцы напряженных с нечеловеческими перегрузами работы стали проверкой не только профессиональных качеств служителей панацеи, но и их духа. Как все знают, мероприятия были закрыты, концерты, которые были запланированы, они все были отменены. Даже и свадьбы, и вечера. Ну, это нужно было. Это нужно было. Но сегодняшний день, сегодняшний концерт очень, кстати, очень нужно. И мы радуемся и веселимся в душе, что жизнь налаживается. И надеюсь, что будет так. Многие на концерт пришли семьями. Особой теплотой веялось тех зрительских мест, где дети сидели со своими родителями. В их лицах читалась неподдельная детская радость от того, что самые родные люди рядом. А зажигательные танцевальные номера великолепно находили отклик как в сердцах взрослых зрителей, так и самых юных ценителей хореографии. Концерт очень отличный. Отдохнули душой, получили моральное, эстетическое удовольствие. Большая поддержка в наши дни для людей. Море позитива, энергии смотреть, наблюдать за таким красивым ансамблем. Я, кстати, как зовут? Как тебя зовут, скажи? Лиза! Лиза. А понравились концерт тебе? Скажи, что тебе костюмы понравились. Ну, скажи. Как поделился министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов, подобные мероприятия запланированы в течение всего предстоящего лета. Часть мероприятий будет ориентирована на детей, родители которых были оторваны от своих семей, потому что спасались жизни в госпиталях. Это наша возможность поблагодарить их, сказать, что действительно вся республика, вся страна медикам благодарна за то, что они сделали в этот период. Тем, кто подвергал собственную жизнь, риску иногда для того, чтобы спасать другие жизни. В программе концерта было представлено 12 номеров золотого репертуара ансамбля «Эльбрус». Вниманию ценителей национальной хореографии представили танцевальное искусство всех народов Карачаева-Черкесии. Они выйдут сегодня с запасом энергии. На самом деле они развеются. У них же работа, как у всех, мы все в работе окунаемся, они видим всего хорошего, то, что есть, того нет. Я думаю, что мы тронули их души. В течение свыше 90 минут столько длился концерт, в зале невозможно было найти хоть пару скучающих лиц. До самого конца выступлений артистам удавалось удерживать живой интерес зрителей. Рахмат Халкищев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия.